Приветствую на канале Products from AliExpress. Спасибо, что зашли. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылки на все товары, как всегда, в описании и в закрепленном комментарии. Приятного просмотра. Речь идет об этом USB-убийце или USB-убийце, и как вы можете себе представить, подключать его к какому-либо устройству не очень хорошая идея. Это флешка, которая вместо того, чтобы хранить файлы в своей памяти, подает на свои конденсаторы от 200 до 300 вольт и сразу же подает их на устройство, к которому мы его подключаем. Он буквально поджаривает все виды электронных устройств, компьютеры, консоли, телефоны и практически любую электронику с USB-портом. Это устройство было разработано для того, чтобы разные компании с квалифицированным персоналом могли тестировать электронные компоненты и их защиту от перенапряжений. То есть это устройство исключительно для тестирования и тестирования. Вы также можете купить его на Алиэкспресс, но будьте осторожны, я не рекомендую его покупать. Этим я просто хочу показать вам, насколько это просто и чтобы вы знали о его существовании. Так что если по какой-то случайности вы когда-нибудь найдете флешку, никогда не подключайте ее ни к какому устройству, так как это может быть такой USB. Следующий гаджет, вероятно, удивит многих из вас, и он заключается в том, что если мы соберем что-то столь же элементарное, как замок на всю жизнь, и добавим к нему технологию. Это приведет к созданию умного замка. Это в частности суббренд Xiaomi, и он работает с помощью сканера отпечатков пальцев, поэтому мы совершенно забываем о необходимости носить с собой ключ. Обратите внимание, что если отпечаток совпадает с тем, который мы записали, светодиод горит зеленым, и замок открывается, но если он не совпадает. Светодиод горит красным, и замок остается закрытым. Его работа очень хорошая, так как без подзарядки его батарея может работать до года, и если в закрытом состоянии у него разрядится батарея. Мы сможем открыть его, подключив к нему внешний аккумулятор. Тем не менее, это небольшой замок из цинка, и я бы рекомендовал его только для использования в шкафчиках, рюкзаках, чемоданах или там, где у нас нет ценных вещей. И если говорить о ТВ-приставках с системой Android TV, позволяющих превратить любой телевизор в смарт. Xiaomi TV с TISC 4K является одним из самых рекомендуемых на сегодняшний день по цене и качеству. Он оснащен системой Android TV ONCE и на 100% сертифицирован как Google, так и Netflix, а также совместим с Dolby Vision и Dolby Atmos. Что касается аппаратного обеспечения, в нем интегрированы чип и логика S905R4, 2 GB оперативной памяти и 8 GB дискового пространства. Более чем достаточно для просмотра контента на всех потоковых платформах в формате FAT32 или NTFS. Хотя мы также можем выделить его совместимость с USB накопителями в формате FAT32 или NTFS. Так что если мы подключим к нему адаптер OTK, мы сможем подключить к нему USB накопители с файлами размером более 4 GB и воспроизводить их локально. Ваша система очень хорошо оптимизирована, мы сможем устанавливать всевозможные приложения, адаптированные к нашему телевизору, и она предлагает очень хороший опыт. Ничего общего с Mi TV с TISC Full HD первого поколения. Конечно, будучи сертифицированным устройством, оно также интегрирует чермыкас для отправки контента с нашего смартфона или зеркального отображения его экрана. Без сомнения, это одна из лучших ТВ приставок с Android TV, которые мы можем купить прямо сейчас. Следующий продукт также принадлежит суббренду Xiaomi – Wambo T6 Max, проектор для установки домашнего кинотеатра до 200 дюймов. И один из самых рекомендуемых по соотношению цена-качество в этом году. Это довольно компактный светодиодный проектор с жидкокристаллической технологией, он обеспечивает нам до 550 ANSI Lumen. Так что у нас есть изображение с большой яркостью, даже при четком проецировании на четверть, и собственное разрешение Full HD с поддержкой HDR на 10 больше. К тому же он довольно хорошо обслуживается с точки зрения портов, а на его нижней стороне у нас есть резьба в четверть дюйма. С аппаратным обеспечением тоже все в порядке, он монтирует Shock and Logic T972 в сопровождении 2 ГБ АЗУ и 16 ГБ памяти. И интегрирует девятую систему Android TV с обновлениями через Auto. На самом деле я уже получал то одно, то другое обновление, хотя оно не сертифицировано Netflix, а его контент доступен только на Android TV. Мы сможем увидеть это в качестве SD. Тем не менее, мы также сможем подключить к нему TV-стиск, например, от Xiaomi, чтобы иметь стопроцентно сертифицированную систему. И таким образом наслаждаться всеми потоковыми платформами в качестве Full HD. Без сомнения, один из самых полных проекторов, которые вы можете купить по его цене. Следующий продукт один из самых инновационных, которые я тестировал в этом году. Это наушники, но не обычные наушники. Nasing Gear One – это первые наушники от известного бренда Nasing. Если бренд, который несколько месяцев назад запустил рекламный ролик для мобильных устройств – Nasing Phone One. Перед нами наушники премиум-класса среднего класса с очень ретро-прозрачным дизайном, как в части корпуса, которая, кстати, оснащена быстрой зарядкой и беспроводной зарядкой, так и в самом корпусе. Каждой гарнитуры оставляет часть электроники на виду. По дизайну они очень напоминают Apple AirPods Pro и лично мне кажутся очень удобными. Плюс они обеспечивают довольно хороший звук с выраженными басами и присутствующими средними и высокими частотами. Они оснащены динамическим драйвером диаметром 11,6 мм, функцией остановки ушей, тремя микрофонами в каждом наушнике. Активным шумоподавлением с помощью искусственного интеллекта и предлагают нам до 5 часов автономной работы самих наушников и до 34 часов в футляре. Кроме того, у них также есть мобильное приложение для обновления их прошивки, выравнивания их по своему вкусу, включения или выключения шумоподавления и режима прозрачности. Или настройки касаний сенсорной части каждого наушника. Короче говоря, наушники с хорошим качеством звука и особым дизайном для самых ностальгирующих. И говоря о холоде, я перехожу к тому, чтобы показать вам продукт, который меня поразил. Это то пальто, которое я ношу, но это не обычное пальто. И дело в том, что помимо того, что у этой куртки 8 карманов, она отталкивает воду и на 80% состоит из пера. По-настоящему инновационным в этой куртке является ее трехзонная система обогрева. С правой стороны у него есть небольшая кнопка и USB кабель, спрятанный в одном из его карманов, который, если мы подключим его к блоку питания и нажмем кнопку, активирует зоны обогрева, расположенные на спине и плечах. Когда мы нажимаем кнопку, подсветка переключается с красного на температуру 53 градуса, фиолетового на 48 градусов, зеленого на 42 градуса, белого на 38 градусов и выключается, чтобы отключить отопление. Я оставлю вам снимок, сделанный с помощью тепловизора, чтобы вы могли получить представление о том, как работает эта внутренняя система отопления. Без сомнения, идеальная куртка для самых крутых. В первую очередь я хочу показать вам самую маленькую экшн-камеру в мире. Это Insta360 Go 2 экшн-камера, с помощью которой мы сможем делать высококачественные и сверхстабилизированные записи от первого лица. Это очень легкая камера, она весит около 27 граммов, а ее задняя часть намагничена, что позволяет быстро прикрепить ее к любому из ваших аксессуаров. Несмотря на свои небольшие размеры, у него довольно большой датчик, который дает нам очень хорошее качество записи как днем, когда освещение благоприятное, так и ночью, когда условия не очень хорошие. Кроме того, он также способен записывать видео в формате HDR или с расширенным динамическим диапазоном. И мы также можем выполнять сверхстабилизированные таймшеры или таймшеры с действительно хорошими результатами. Эта камера погружается на глубину до 4 метров без какого-либо корпуса и имеет специальный режим, чтобы цвета под водой выглядели более реалистично. Его аккумулятор заряжается с помощью зарядного устройства, и это также послужит нам пультом дистанционного управления камерой для выбора режима или качества записи среди прочего. С помощью мобильного приложения мы сможем загружать записанный контент на наш телефон для последующего редактирования. Одна из вещей, которые мы можем сделать, это изменить соотношение сторон по горизонтали или вертикали, чтобы адаптировать его к социальной сети, в которой мы собираемся им поделиться. В дополнение к вырезанию добавлению музыки или фильтров или созданию эффектов с нашими записями с помощью искусственного интеллекта. Камера, которая дает нам много возможностей, особенно для съемки тех невозможных снимков, которые мы не смогли бы получить с помощью больших камер. Следующий продукт, о котором я собираюсь вам рассказать, также от Xiaomi и он умный. Это мой умный антибактериальный увлажнитель. Умный увлажнитель, который поможет нам поправиться, например, когда мы простужены, страдаем аллергией или даже когда у нас проблемы с кожей. В отличие от других увлажнителей, их система ультрафиолетового излучения удаляет бактерии из воды, хранящейся в их резервуаре. Это 4,5 литра, этого достаточно для 15 часов непрерывной работы. И у него есть прозрачный видоискатель, позволяющий видеть уровень воды, который светится синим цветом. Хотя мы также можем выключить свет, если он, например, беспокоит нас во время сна. Чуть ниже у нас есть единственная кнопка для выбора режима между низким, средним, высоким или пользовательским режимом, который будет работать в зависимости от настроек, которые мы выполняем в мобильном приложении. С помощью приложения Xiaomi Home мы можем включать и выключать его, планировать расписание, выбирать режим и настраивать пользовательский режим. В котором мы можем выбирать степень влажности, который мы хотим достичь, чтобы увлажнитель выпускал более или менее туман для обеспечения постоянной влажности. Без сомнения, очень полезный продукт сейчас, когда наступают холода и простуды. Xiaomi Mi Notebook Pro 2.5k разрешение экрана Каждое прикосновение света и тени изысканно и удивительно Высокое разрешение 2560х1600 пикселей Суперчеткий дисплей 216ppi Яркость дисплея 300 нит Высокая цветовая гамма 100% sRGB 120 Гц частота обновления экрана Возможно переключение на кадровую частоту 60 и 90 Гц в зависимости от цели использования. Обновленный процессор Intel Core 11 поколения повышает производительность ноутбука на небывалый уровень. Независимая видеокарта NVIDIA GeForce MX 450 Xiaomi Notebook Pro 14 отлично справляется даже с высоко нагруженными играми. Эффективный отвод тепла поддерживает оптимальную температуру даже в режиме многозадачности. Интеллектуальный выбор производительности FNOG Эффективная система отвода тепла предотвращает поднятие температуры нагрева выше оптимального уровня. Поддерживается трехскоростной режим интеллектуального выбора производительности. Бесшумный режим. Длительное время автономной работы. Сбалансированный режим. Подойдет для работы и учебы. Максимальная производительность. Полная мощность. Xiaomi Band 7 это последняя модель и сейчас самое подходящее время чтобы приобрести ее. У него более крупный чем когда-либо, а молд дисплей 1.6 2 дюйма с несколько большей яркостью чем в предыдущих поколениях. Так что у нас не будет особых проблем увидеть его на улице. На ней мы сможем отображать все виды уведомлений, такую информацию как погода напоминания, контроль воспроизведения. А также данные о состоянии здоровья и активности, которые собирают все ваши датчики. Частота сердечных сокращений, насыщение крови кислородом, анализ сна, измерение качества дыхания во время сна, измерение стресса. Или возможность количественной оценки до 120 видов деятельности, некоторые из них в воде, поскольку она обладает сопротивлением на глубине до 50 метров. Кроме того, благодаря большему экрану и чему-то, чего многие пользователи не знают, так это тому, что на этой седьмой полосе можно устанавливать игры и приложения. Мы можем играть в Flappy Bird. Мы также можем установить калькулятор для выполнения расчетов запястья или установить другие игры, подобные этой. С динозавром из Google Chrome, который прыгает через препятствия. Или даже Tetris. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...